МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Это телеканал «Тверь сегодня» в студии Кирилл Амаев. Здравствуйте. Ровно 71 год назад над Калинином взлетело знамя первой победы Красной армии. Знамя над гарнизонным домом офицеров водрузил командир 243-й стрелковой дивизии генерал-майор Виталий Поленов. Тогда в горячке боя красноармейцы совсем не замечали мороза. Нынче не замечали мороза и горожане. Елена Глушкова продолжает. 16 декабря с самого утра люди с цветами шли к военным памятникам и мемориалам, отдать долг памяти солдатам, освободившим наш город. Сегодня вот в 10 часов с губернатора было возложение венков к нашей стеле города воинской славы. Сейчас у братской могилы тоже было вручение цветов. И сейчас вот мы у вечного огня, который также посвященно горит за наших ветеранов, за тех людей, которые освободили город Калинин. Знаменательно то, что сегодня мы отмечаем также и наших героев Советского Союза. К сожалению, последний герой Советского Союза, Павлович Сидоров, умер в этом году. В оккупации Калинин пробыл 63 дня. 16 декабря 1941 года в ходе наступательной операции город был освобожден, став первым областным центром на пути освободительного движения Красной Армии. Помогло мое сознание, наверное, рождение русского человека, преданность государству, тогда союз был. Но дело в том, Россия, матушка, это же величайшая страна была, даже до революции. А в это время, ну, маленько в начале войны, а потом ведь мы набрали силы. Семьи большие были, по несколько, по семь, по восемь, по шесть сынов. Гибли люди, а было кому защищать и дополнять кадры Красной Армии. Так что мы воевали, я лично, за отца, может быть, мы братья старшие, ну, короче, за родителей отечества, за родину, за нашу землю русскую. Не мы, а они к нам пришли. Волей-неволей надо было убивать. В этот день у обелиска Победы собрались не только ветераны, которых оказалось не так уж много, но и молодежь. У меня воевал два прадедушки. Один пропал без вести, один вернулся с войны инвалидом. Конечно, наши прадеды очень доблестно воевали. Это, конечно, пример большой, очень-очень много отваги должно быть, чтобы так воевать. 16 декабря стала одной из главных военных дат нашего города. День, когда Калинин получил право на мирную жизнь. Торжественные мероприятия прошли на минувших выходных и в других районах города. Ну, в частности, вот у стелы воинской славы возложить венки и корзины с цветами собрались официальные лица. Евгения Щетинина рассказывает. Открылось торжество небольшим театрализованным представлением. Приветствовали собравшихся молодые парни в форме красноармейцев тех лет. Города Калинина. И нарушили взрывы небесную силу. Содрогнулись от боли березы. И блестящие, горькие, словно полынь, по земле рассыпались слезы. Шум вольтеж и льем реактивных турбин пронесли страшным эхом над дверью. Уходили солдаты один за одним. Дверь оплакивала потерю. Затем к стелле были возложены венки и корзина с цветами. А у дома номер 7 на улице Фадеева состоялась церемония открытия памятной доски в честь полковника кавалерии Павла Сидорова. Последний представитель Тверской плеяды героев Советского Союза ушел из жизни нынешней осенью. Павел Иванович прошел всю войну кавалеристам. Рейды по тылам противника, преследования отступающих немецких частей, в конце войны служба в кавалерийской разведке. К званию Героя Советского Союза Павел Иванович Сидоров был представлен после того, как в феврале 1945 года эскадрон под его командованием ворвался в город Эренфорст и захватил переправу через Одер. Впрочем, только возложением венков к обелискам празднование очередной годовщины освобождения Калинина от немецких захватчиков не ограничилось. Окрестности деревни Никола-Малеца традиционно оглашались ревом моторов. Эти соревнования успели стать традиционными и проходят на протяжении 8 лет. Двухдневные гонки на автодроме у деревни Никола-Малеца начались с детских заездов. Юные гонщики, приехавшие из 11 российских городов, отчаянно боролись со своими соперниками и гололедом. К слову, применение шипов и противоскользящих материалов даже на детских соревнованиях строго запрещено. Дети едут у нас от 8 лет до 12 лет на мини-баги. Это специальные автомобили для детей от 8 до 12. С 12 лет они имеют право уже ездить на АК. Вот у нас будет АК автомобиль. Это Д2 юниор. И Д3 юниор тоже с 12 лет. Это баги с моторами АК. А таки. Завтра у нас будут соревнования. Взрослые будут участвовать. Будет зачетная группа Д1А. Это двигатель с объемом 1600 кубических сантиметров. И будет участвовать еще классика. Тверских спортсменов среди молодежи не нашлось. В нашем городе школа авторалли существует всего второй год. Поэтому на соревнования такого уровня им выходить еще рановато. Зато остальные участники могут похвастаться и богатым опытом, и собственным автомобилем. Это автомобиль класс Д3 юниор, то есть Аковский двигатель, ну и коробка, силовый агрегат. Но если большинство пилотов этого класса ездят на автомобилях компании Крафтас, то есть они производят эти машины, можно сказать, серийно, но на заказ, то эту машину мы с матерью моей сами построили, и поэтому она сильно отличается от других. Поломки часто у нее пока, ну, потому что еще не доведена она до состояния идеального. Несмотря на все опасения, а также практически полное отсутствие управления автомобилем на скользкой трассе, в классе Д3 юниор Виктор Замыслов оказался лучшим, получив свое заслуженное золото. Торжок Универсал Банк. Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Теперь к другим событиям. Минувшими выходными в крупных городах страны прошли акции протеста оппозиции. Они были приурочены к волне массовых протестов, которые в стране прошли сразу после парламентских выборов. В Москве оппозиционеры собрались у мемориала жертвам политических репрессий. Присутствовали что-то около 700 человек. Участники держали в руках белые цветы и белые ленты – символы протеста. Марш «Свобода» был и в Петербурге. Так же, как и в Москве, в северной столице марш был согласован и разрешен властями. В ряды протестующих встала и Тверь. У нас митинг собрали коммунисты. Елена Глушкова с кратким сообщением. В минувшие выходные по российским городам прокатилась волна акций протеста. Коммунисты провели пикеты и митинги против правительственного закона об образовании и реформ в сфере образования и науки. В Твери эта акция собрала несколько десятков человек, которые, несмотря на сильный мороз, пришли ратовать не только за бесплатное образование и увеличение количества бюджетных мест в вузах, но и за порядок в нашем городе. Недавний снежный коллапс обозначил множество проблем, но вот виновные до сих пор не найдены. Протест многогранен, и поэтому к нам обратились группы, которые будут сегодня выражать свою позицию против той работы властей, городских властей, в связи с чрезвычайной ситуацией, со снежными заносами, которая произошла в Твери, и об ответственности власти за эту ситуацию. А ответственностью... Вот в Москве случился трагический случай, когда скорая не довезла ребенка. В Твери, я думаю, что такой ситуации не произошло, но вот те службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а в частности скорая помощь, детские кухни, прочие, в общем, думаю, что в городской думе отчет прошел, но никаких мер пока не было принято. Мы сегодня хотим обратить внимание власти и на эту ситуацию. Теперь судебная колонка, в ней одна новость. Сегодня завершилось обсуждение вердикта присяжных по делу о взятке в 45 миллионов. Гособвинение просит назначить бывшему главе Конаковского района Виктору Крысову в качестве лишения свободы 8 лет и 10 месяцев. Его заместителю, экс-заместителю Виталию Осипову, прокуроры просят 8 лет лишения свободы. Еще в деле фигурирует Игорь Калачников, экс-глава Завидовского сельского поселения. Следствие считает, что он и был взят с поличным. По версии следствия, Калачников получил денежные средства в размере 45 миллионов рублей для Крысова и Осипова за подписание ими документов о передаче взятка дателям земельного участка размером в 8 гектаров в Конаковском районе Тверской области для последующего строительства там базы отдыха. При передаче денежных средств Калачников был задержан, денежные средства изъяты. Однако, по мнению некоторых экспертов, доказать причастность Крысова достаточно сложно. Денег он в руках якобы не держал и с поличным не был пойман. Игорь Калачников сейчас объявлен в розыск и, по его утверждению, дело сфабриковано. И безот с деньгами провокация, и он знает имя заказчика. О кино. Во Дворце культуры и пролетарка прошел фестиваль фильмов, снятых любительскими и профессиональными телевизионными студиями. О любви, фильмы о любви к малой родине посмотрели и наши корреспонденты. Обязательное помещение старцев в послушниках и молодых монах. В конкурсе под названием «Недаром помнит себя Россия. Тверские имена» участвовало более 40 фильмов, отснятых за последние два года. В финал вышли лишь 25 из них. Авторами киношедевров стали и дети, и матерые профессионалы кинематографии. Лучшие работы их авторы назвали в номинациях «Подвиг россиян в войне 1812 года», «Лучший сценарий», «Работа оператора», «Историческое наследие». Сами организаторы конкурса надеются, что в ближайшем будущем фестиваль не только получит постоянную прописку в Твери, но и станет международным. У нас участвуют и любители, и даже профессиональные телестудии, которые работают на территории Тверской области. Почему им это сделано? Ну, наверное, чтобы привлечь интерес к истории, ибо все знают прекрасно, я просто повторю эту фразу, что нет страшнее, чем Ивана, не помнящая родства. Вот чтобы мы помнили свое родство, наши корни, и о том, что мы все-таки являемся народным победителем, и не забывали, и в 1945 году самая последняя Великая Отечественная война была, и в 1812, в котором 200 лет в этом году празднуем. Ну, соответственно, дальше исторически копнуть, практически более 20 лет России не было перемирия, обязательно кто-то с кем-то воевал. Вот эти вещи не забывать. И в некотором роде, в продолжении темы, репортаж из Городской думы, там за круглым столом обсуждали развитие деловой активности в сфере туризма. Увы, но Тверь пока в этом рейтинге находится на 31 месте. Как раз за круглым столом в Городской думе и рассуждали на тему о том, как наш город сделать привлекательным для туристов, и чем туристов в нашем городе заинтересовать. Евгений Щетинин рассказывает. Опросы Федерального агентства по туризму доказали, что большинство россиян предпочитают теперь проводить свой отпуск за пределами нашей страны. Интерес к достопримечательностям Родины падает на глазах. Если на настоящий момент мы в России имеем в большей степени импорт впечатлений, но экспорт финансовых средств, когда в целом оттоп происходит при реализации туров за пределы страны наших туристов, а въездной туризм, несомненно, растет, но растет меньшими темпами, чем растет российский туризм. Остается одна надежда на развитие деловой активности в сфере туризма. Предприниматели признаются, что с радостью бы обеспечили финансовые вливания только при поддержке городской или областной власти. Туристы не приезжают в Тверь по многим причинам. Плохие дороги, проблемы вывоза мусора, отсутствие интересных мероприятий. Но главное, что практически нет рекламы тверских красот и исторических памятников. Так откуда же взяться интересы у туристов? Все эти недочеты в скором времени собираются исправить с помощью городской программы развития туризма на территории города Твери. К 2014 году и город станет чище, и гостиницы будут лучше. В общем-то есть 15 мест для размещения туристов. Три из них имеют звездность. Конечно, низкий потенциал по наполняемости. То есть нам есть куда расти по гостиницам всего 41%. Конечно, это недостаточно, если гостиницы Тверской области принимают больше, чем областной город. Это, конечно, большая проблема, и здесь у города есть потенциал. За год существования целевой программы, выпуск пары путеводителей и участие в международных туристических выставках. Участники заседания утверждают, что потенциал развития туризма в нашем городе есть. Ну а пока в проекте «Город России» и «Национальный выбор» Тверь остается лишь на 31-м месте по туристической привлекательности. Одним из посещаемых музеев считается музей Михаила Круга. Еще из официальной хроники. Возможно, в скором времени у нас соберутся представители молодежных правительств из регионов Центрального федерального округа. Это заявление прозвучало из уст председателя Законодательного собрания Андрея Епишина, вслед за словами полпреда в Центральном федеральном округе. Он отметил, что государству сейчас нужно вырабатывать новую молодежную политику. И вот что Андрей Епишин сказал по этому поводу. Вот у нас есть хорошая практика и работа молодежной правительства, молодежной парламенты. И мы внесли свое предложение, я думаю, что это будет обсуждаться полномочным представителям, чтобы у нас провести в Тверской области форум молодежных парламентариев Центрального федерального округа. Это хорошая возможность поделиться опытом, как формировать молодежный парламент, как он может работать, какой может быть метод работы или лучшей практики работы молодежных парламентов на Центральном федеральном округе, какие результаты они могут получить. А в 48-м лицее тем временем было совсем другое действие. Там свои безграничные возможности демонстрировали люди, которых мы на улицах нашего города практически не видим. Анна Шевчук продолжает. Участники сегодняшнего конкурса ничуть не уступают этим старушкам-веселушкам. Задоры и жизнелюбия им точно не занимать. Наш турнир открыть мы рады. Мы приехали сюда не за приз, не за награды, а для разминочки ума. Обращаемся к жюри. Не судите строго. У нас ведь первая игра. У вас их было много. А некоторые из конкурсантов демонстрировали невиданную силушку. Кубок интеллектуалов проходит уже пятый раз подряд. В конкурсе пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья со всех уголков Тверской области демонстрируют не только свои творческие способности, но и интеллектуальную подкованность. Чтобы победить, надо ответить на вопросы. Чтобы победить, необходимо показать красивую визитную карточку команды. То есть именно командный дух. Принцип что, где, когда, только игра не на одном столе, а на шести столах. Есть шесть тем. Каждая команда, когда начинает играть, она выбирает тематику. Там есть и история, и информация об интересных людях, и о Тверской области, и о выборах. То есть очень много разных тем. Команда выбирает тему, ей задается вопрос. В то время, как одни чувствуют себя настоящими примами большой сцены, другие, не стесняясь, кричат о своих меркантильных желаниях. Приехали мы победить и прославиться дорогой Тверской, безграничной Руси. Наша команда – старые знакомые. К конкурсу каждой из команд готовилось не один месяц. Многочисленные репетиции, создание реквизита, сочинительство стихов и постановку театрализованных номеров В итоге 12 команд представили себя во всей красе. И в завершении программы о лесе у нас в области 4 лесных питомников, в которых, собственно, этот лес и выращивается. Располагаются они в Торопецком, Оленинском, Максатихинском и самый близкий к Твери питомник в Калининском районе. И там сейчас самая горячая пора. Николай Вихров с репортажем. Вторая половина декабря – для лесников самая напряженная пора. Горожане устремляются за молодыми елочками. Вот штраф от 3 тысяч до 3,5 тысяч. Если использовать будет, скажем, бензопилу, то штраф будет увеличен от 3,5 до 4 тысяч. Если лесному хозяйству будет нанесен ущерб более чем на 5 тысяч рублей, нарушителям грозит штраф до 200 тысяч или лишение свободы до года. Представьте, сколько мы елочек сохраним, если мы будем... Вот хотя бы 5 лет, да, у нас будет стоять искусственная ель. И 5 елочек мы уже сохраним. Чтобы елочка выросла на полметра, нужно 4-5 лет. Такую ель можно будет сохранить и после праздников. Специалисты напоминают, что елкам требуется карантин. Нельзя с мороза сразу ставить елку в жилом помещении. Вначале она должна постоять на балконе. В этом году озеленители продолжают продавать елки в контейнерах. Их растят из семечки. После новогодних праздников не выбрасывать ее, а посадить, дождаться весны, посадить у себя на участке, тем самым оставив живых растений и, соответственно, озеленив свой участок дополнительно. Первый елочный базар в Твери откроется уже в ближайший четверг. На этом все. Завтра снова будет морозно. Удачи! Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсал Банк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Торжок «Универсал Банк» «Универсал Банк» Субтитры создавал DimaTorzok